Здравствуйте! Есть вот такая вот наука, научно-популярная, я бы сказал. Иногда ее называют folk science, да? Фольклорная наука, народная наука. Ну, надо сказать, что это не очень хорошая вещь для людей, которые числятся за наукой. Она всегда кажется очень смешной, но ей занимаются люди от души. Это развлечение, да? Есть же, вот скажем, балет Большого театра, а есть люди, танцуют для собственного удовольствия, правда? Не запретишь же. И наукой запретить заниматься невозможно. А обязанность людей, которые вот на самом деле относятся к науке, понимаете, классифицируются как ученые, а не любители, их обязанность это вот разъяснить товарищам, в чем-то они неправы, как добрый учитель. Вот, Мишенька, дважды два – это не четыре, не пять, то есть не пять, а не шесть, а именно четыре, да? Вот, заболтался до чего. Ну, так вот, ну, вот, к примеру, присылает такой вот проект информацию. Оказывается, ядерный синтез происходит в живых организмах, товарищ говорит. Вот, посмотрите, вот у нас голова – самый мощный потребитель энергии в организме человека. Она так много ее потребляет, что даже вот лысеет, ну, у некоторых особей, иначе, чтобы теплоотдача была лучше. Это там идет ядерный синтез, да? Это очень легко объяснить. Понимаете, чем дело? Проверить, почему он неправ. Можно поставить датчик нейтронов. Если в голове идет ядерный синтез, голова будет источником нейтронов. Есть из головы поток нейтронов? Нет потока нейтронов, значит, в голове нет ядерного синтеза. Вот так вот культурно в каждом случае, в общем, отдельно можно объяснять. Я понимаю, что все эти проектеры, прожектеры, да, они могут наскучить ученым. И очень многие ученые, которые проходят по части борцов с лженаукой, с антинаучными тенденциями в нашем обществе, они так вот очень как-то болезненно относятся к критике в адрес официальной науки со стороны вот этих вот любителей. Хотя ведь иногда-иногда любители делают очень правильные вещи, которые меняют науку. Правда, очень редко, почти никогда, но редко, но случается, но меняет. И вот эти вот официальные наши ученые, борцы со лженаукой, они как-то вот, честно говоря, непонятным для меня образом, очень часто являются противниками религии, то есть такими воинствующими атеистами, я бы сказал. Это у нас остаток от нашего советского прошлого, когда считалось, что наука и религия – это ярые противники. Это только вот у нас так считалось. Во всем мире вот такого яркого, сильного противостояния и противопоставления-то, в общем-то, не было на самом деле. Наука обычно рука об руке с религией шла, но иногда ссорилась, но не сильно. Потом мирилась, в конце концов. Так вот, хочу вам такую вот информацию статистическую дать. Есть в нашем организме такая ненужная совершенно, на первый взгляд, вещь – аппендикс. Как это, слепой отросток, нет, отросток слепой кишки, вот так это называется. Это, говорит, пережиток прошлого у нас в организме, и он совершенно не нужен. На Земле есть достаточно много людей, которым во младенчестве был удален аппендикс. Чтобы потом не развился аппендицит какой-нибудь гнойный, понимаете? Чтобы избавиться от ненужной провокации заболевания. Так вот, оказывается, их здоровье, на их состояние здоровья это влияет не положительно, а, напротив, отрицательно. Я не могу сейчас эти медицинские аспекты обсуждать, но факт есть факт, статистически проверенный. Так вот, религия является таким же аппендиксом, дополнением ко многим другим социальным и общественным институтам. Вот заметьте, общество, в которых этот аппендикс удален, когда-то это в Древней Римской империи произошло, сейчас это происходит в Европе, честно говоря, и у нас, честно говоря, и в Америке. И вот эти народы начинают потихонечку вымирать. Без этого аппендикса встает вопрос, а для чего мы живем, каков смысл жизни? Религия сразу отвечает, молчи, ты живешь вот потому, что так надо. Ничего не спрашивай. А нормальный человек, который не верит в Бога, он не понимает, а для чего нужно продолжать свой род, для чего нужно жить дальше, для чего нужны другие поколения. Я жил, умер, и все, и больше ничего нет. Вот без религии, оказывается, общество начинает вымирать. Это вот такой вот замеченный факт. Я не обсуждаю истинности или ложности той или иной религии. Но вот это статистическое совпадение совершенно очевидно. Всего доброго, до свидания, всех благ, удачи.